Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. И сегодня мы с вами приготовим глазурь для куличей без яиц. Знаю, что многие боятся есть сырые белки, хотя я просто обожаю белковую глазурь, но вот решила снять для вас такой рецепт. И это не просто глазурь, это крем-глазурь. И хранить ее нужно обязательно в холодильнике. Такая глазурь подойдет не только для куличей, но и для тортов и пирожных. Нам понадобятся сыр маскарпоне, сливочное масло и сахарная пудра. Всего-то три ингредиента. В чашу миксера складываем маскарпона и добавляем сахарную пудру. Вообще-то сахарную пудру лучше просеивать, я всегда об этом говорю, но мне, как обычно, было лень. И вообще, когда я пересыпала пудру из пачки в банку, я ее предварительно просеивала. Вливаем все это дело миксером и затем добавляем сливочное масло комнатной температуры. Обратите внимание, масло не растопленное, оно просто теплое. То есть мы достаем масло из холодильника примерно за 40-60 минут до приготовления. Снова все хорошо взбиваем миксером. У нас получается такой густой красивый крем, который можно мазать на остывшие куличи. Обращаю ваше внимание, что куличи должны быть остывшими. Если вы намажете такой крем-глазурь на горячие куличи, она у вас просто потечет. И, кстати, именно эту глазурь я использую для синабонов, то есть для булочек с корицей. Но в этом случае, когда я готовлю синабоны, я их наношу именно на горячие булочки только что из духовки. Потому что там нам как раз и нужен эффект, чтобы глазурь растаяла и пропитала булочки. Здесь нам нужна красивая белая шапочка, которую потом можно украсить посыпкой. Это все-таки куличи, а не булочки. Поэтому наносим на остывшие куличи, посыпаем. Посмотрите, какая красота получается. И обязательно, еще раз напомню, храним такие куличи в холодильнике. Вообще, вы, конечно, можете сказать, что глазурь готовится не так. Я знаю, потому что классическая глазурь готовится из сырых белков. Она добавится с сахарной пудрой. А это такая необычная кремообразная глазурь, которая очень вкусная. Я уверена, что она вам тоже понравится. Обязательно пробуйте и пишите в комментариях, как вам такой рецепт.